Километры степей позади стук вагонных колес отшумел. Запах родины слышен вдали. В том далеком 57-м встречают на перроне первый эшелон с карачаевцами. Он уже на родной земле, но негде пока остановиться, пока нет крыши над головой и очага домашнего. Именно тогда тысячи жителей Карачаево-Черкесии приютили земляков, делясь хлебом и кровом. Среди них и жители села Кайдан, протянувшие руку помощи своим братьям. О том, как это было, расскажет Фатима Даурова. Маленькое село Кайдан. Сегодня здесь проживают чуть более тысячи человек. А тогда оно было еще меньше. Услышав, что на родину возвращаются земляки, Умар Мусович Тибердуков вызвался в число тех, кто встретит их и привезет. День выдался дождливым, холодным, дороги размытыми. На своем тракторе Умар Мусович подвез первых депортированных в родной аул. На этих страницах потребанного журнала именно тех, кого каллиграфическим почерком вписали в число жителей и историю Кайдана. Мы встретили всем аулам, дали землю. Даже я помню, землю, Николаевские земли нам передали немножко, чтобы их, где они заселились, там заселились, помогали всем аулам. Мы мирно стали жить, друг друга уважали. И по сегодняшний день живем, между прочим. Дружная семья Тимрезовых. Отец семейства Абдул Зулкарнаевич делится воспоминаниями о тех годах, когда они только вернулись на родину и начали обустраиваться. Внуки слушают деда, внимая каждому слову. И с нами Чита Тимрезовых поделилась своими историями. Очень приятно было, мне радовались, хорошо встретили. Дружно и работа, и абазинцы, и карачаевцы вместе работали. С того времени они очень дружно живут, очень хорошо встретили. У меня младший снега Абазинка. Вернулись, радовались. Все нас хорошо приняли, спасибо абазинцам. Все помогали строиться. Джолдус Хан Карабашевой было 18 лет, когда она вернулась. Этот отрывной календарь на стене в ее комнате отсчитывает дни. Каждый лист – это как будто отдельная маленькая жизнь, которую она прожила. Рассказывая истории, эти люди, встретившие на пути такие лишения, с душевной простотой и неутраченной любовью к людям, и те, кто чьи сердца откликнулись на горе ближнего, становятся примером для каждого из нас. Фатима Дорова, Русул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.